Здравствуйте, дорогие выпускники! Меня зовут Галина Ивановна. Сегодня у нас занятие по физике, и тема нашего урока – это молекулярно-кинетическая теория. Я подобрала вам задачи по молекулярно-кинетической теории, которые встречаются в ЕГЭ по физике, в контрольно-измерительных материалах. Мы рассмотрим с вами сегодня несколько задач. Итак, ребята, на первом слайде вам показана задача по молекулярно-кинетической теории. Итак, на графиках приведены зависимости давления и объема от времени для 0,2 моли идеального газа. Определите температуру этого газа в момент времени 30 минут. По условию задачи мы видим, что на графике зависимости давления от времени нам дана зависимость давления. Значит, давление равно 1,2 атмосферы. И мы записываем это в системе Си. Паскаль. В момент времени 30 минут на графике зависимости объема от температуры мы видим объем. Объем равен 8,3 литра, поэтому мы записываем 10 в минус третьей степени метров в кубе. Для решения данной задачи мы воспользуемся уравнением Менделеева-Клапейрона. Из этой формулы мы выразим температуру. Температура равна ПВ деленное на ню р. ПВ деленное на ню р. Подставив данные значения в калькуляторе, мы с вами получим результат 599 кельвинов. И теперь обратите внимание, ответ выразите в градусах с точностью до 10 кельвинов. Значит, мы должны с вами округлить данное число до шестерки с двумя нулями, чтобы вторая цифра была ноль, так как просят в условии 600 кельвинов. Вы правильно определили 599, но если вы впишете в 599 контрольно-измерительный материал, то компьютер вам не засчитает данное число. Следующее задание. На рисунке приведены графики двух изотерм. Первая изотерма и вторая изотерма в координатах ПВ для одной и той же массы газа. На основании графиков выберите два верных утверждения. Итак, что мы должны с вами знать? Если изотерма лежит выше, значит ее температура больше. Значит, четвертое утверждение, где написано, что процесс 2 идет при более низкой температуре, мы с вами выбираем. Не выбираем первое, потому что процессы идут при разной температуре. Процесс 1 идет при более низкой. Это тоже неверное утверждение. Теперь нам нужно выяснить с давлением. Итак, что происходит в процессе 1 с давлением? Мы видим, что у нас изотерма идет слева направо. Значит, давление действительно уменьшается. В процессе 1 давление уменьшается. Итак, мы подобрали с вами два утверждения из предложенных 5. Проверим последнее, второе. В процессе 2 внутренняя энергия уменьшается. Ну нет, конечно. Речь идет о том, что изотерма идет с постоянной температурой. Значит, и внутренняя энергия не изменяется. Следующее задание. В результате некоторого процесса, совершаемого с постоянным количеством газа, давление увеличилось в 3 раза, а плотность газа уменьшилась в 2 раза. Как в результате этого изменяется объем и температура газа? Итак, нам нужно подобрать, увеличивается, уменьшается или не изменяется. Итак, если происходит процесс с постоянным количеством газа, мы записываем с вами уравнение Менделеева-Клапейрона. По условию нам сказано, что давление газа увеличивается в 3 раза. Давление газа увеличивается в 3 раза. Но плотность газа, давление газа увеличивается в 3 раза, а плотность газа увеличивается в 2 раза. Значит, я выражу из первого уравнения давление. Перенесу объем в правую часть. И вот эта величина, масса, деленная на объем, есть не что иное, как плотность этого газа. И у нас получается, что плотность увеличивается в 2 раза. 2, РО, М, Р, Т. Так, дальше что мы с вами смотрим? Объем газа. Если мы выразим формулу плотность равна масса разделить на объем, и по условию плотность увеличилась в 2 раза, а масса газа неизменная, значит, объем у нас должен уменьшиться в 2 раза. Вот я зафиксировала сюда объем газа, который уменьшится в 2 раза. А с помощью температуры мы с вами, для температуры мы с вами определимся. Тройку и двойку сократим, мы получаем 1,5. И мы видим, что у нас левая часть увеличилась, значит, и температура должна увеличиться. Следующее задание. По графику определите отношение максимального и минимального объемов газа. Итак, рассматриваем точку 1. Для точки 1 мы записываем уравнение Менделеева-Клапейрона. По условию мы видим, что давление П нулевое, температура Т нулевое. Я выражу объем в точке 1. Рассмотрим точку 2. Для точки 2 мы опять используем уравнение Менделеева-Клапейрона, но только вместо давления П нулевое мы записываем. 5П нулевое, В2. Температура также Т нулевое. Выражаем объем 2. И выражаем точку 3. Мы видим давление 5П нулевое, объем 3, Ню, Р, и температура 6Т нулевое. Выражаем объем 3. Итак, в данном выражении мы должны подобрать, какой объем минимальный, какой объем максимальный. Итак, если максимальный знаменатель, значит, минимальный результат. Объем 2 – минимальный. Если знаменатель совпадает, а числитель максимальный, значит, объем 3 – максимальный. И мы с вами выясняем, во сколько раз максимальный объем больше минимального. Так как знаменатели одинаковые, а числители отличаются в 6 раз, значит, и объем отличается в 6 раз. Следующее задание. 1 моль гелия находится при температуре 300 К в вертикальном закрытом теплоизолированном цилиндре с поршнем массой 2 кг и диаметром 10 см. На поршень ставят гирю массой 3 кг. При этом поршень опускается на высоту 5 см. Определите установившуюся температуру газа, если атмосферное давление 10 в пятой степени паскаль. Для данной задачи мы нарисуем с вами рисунок. Итак, у нас имеется какой-то цилиндр. Цилиндр вертикальный, в котором находится 1 моль гелия. Цилиндр теплоизолированный. Поршень массой 2 кг закрывает доступ из внешней части. Мы рассмотрим сначала вот эту первую часть. Итак, газ гелий создаёт давление. И внешнее давление, которое создаётся и атмосферным воздухом, и поршнем, будут компенсировать друг друга. Поэтому я могу это записать следующим образом. Давление внутри равно давлению снаружи. Давление внутри осуществляется газом. Поэтому я записываю для давления внутри уравнение Менделеева к Лаперона. и выражаю отсюда это давление. Давление снаружи определяется отношением силы тяжести к площади поперечного сечения данного поршня. Приравниваем правую часть первого уравнения и правую часть второго уравнения. Силу тяжести мы определим как масса поршня на площадь поперечного сечения. Площадь поперечного сечения мы с вами определим как Пи радиус поршня в квадрате или Пи диаметр поршня в квадрате на 4. Теперь нам нужно на этот поршень поставить гирю массой 3 килограмма. Делаем второй рисуночек. В результате чего поршень опустился? Вот я покажу. На 5 сантиметров. Значит, в первой ситуации я фиксирую объем 1. Во второй ситуации у нас опять рассматривается та же самая ситуация. Давление внутри равно давлению снаружи. Значит, давление внутри ню, р, т, в, только объем уже будет в 2. Так, вот здесь я и справлюсь. Справа у нас будет не только масса поршня, но еще и масса груза, деленная на площадь. В первой ситуации температура Т1. Во второй ситуации температура Т2. Итак, мы начинаем сравнивать вот эти две формулы. Нам нужно выразить Т2. Итак, ню, р, т1, v1, масса поршня, g, s, ню, р, т2, v2, масса поршня плюс масса груза, деленная на s. Попробуем разделить эти две формулы друг на друга. Число молей мы можем сократить. Площадь мы можем сократить. Тогда у нас остается отношение. Температура 1 так относится к объему 1, как температура 2 относится к объему 2. Это будет равно. И g я еще могу сократить, как масса поршня к массе поршня плюс масса груза. Т1, v2, v1, t2, масса поршня, масса поршня плюс масса груза. И выразим отсюда v2. Итак, объем нас интересует. Определите установившуюся температуру. Поэтому температура 2 мы определяем. Т1 умножить на объем 2 умножить на массу поршня плюс масса груза, деленная на объем 1 умноженное на массу поршня. Итак, температура Т1 нам известна, 300 кельвинов. Объем 2 нам неизвестен. Объем 1 нам неизвестен. Масса поршня и масса груза известна. Масса поршня известна. Возвращаемся к уравнению Менделеева-Клаперона для нахождения объема 1. Итак, давление в первом случае, объем в первом случае, νr, t1. Мы видим, что для данной ситуации давление 10 в пятой степени паскалей. Объем 1 мы определим. Число молей мы видим. Оно нам дано. Универсальная газовая постоянная нам дана. И температура Т1 нам дана. Следующая ситуация. Так как поршень опустился на 5 сантиметров, то объем 2 мы с вами определяем как объем 1 минус дельта v. Где дельта v мы найдем как площадь поперечного сечения, умноженная на высоту. Итак, мы находим отдельно, зная все данные, объем 1. Находим отдельно данные объема 2. Подставляем данное значение вот в эту формулу. И на калькуляторе мы с вами должны получить число 306 кельвинов. Следующая задача, ребята. Задача номер 6. Процесс в идеальном газе идет так, что давление и объем связаны равенством p корней из v равно b. Когда температура газа достигает значения t, процесс продолжается уже при другом характере зависимости давления от объема. p равно d деленное на v в квадрате. Найдите температуру, считая количество моли константы b и d известными. Итак, записываем уравнение Менделеева-Клаперона для данной ситуации. pv равно ν rt. У нас есть первый процесс. Равенство связано значением b. Избавимся от квадратного корня в левой части. То есть домножим правую и левую часть на объем. На корень квадратный из объема. Корень квадратный из объема умножить на корень квадратный из объема это будет v. В правой части появляется корень из v. левая часть уравнения Менделеева-Клаперона и левая часть полученного выражения это одна и та же величина. Значит, приравниваем правые части наших выражений. Чтобы избавиться от квадратного корня мы домножим правую и левую часть вернее, возведем правую и левую часть в квадрат. ν квадрат r квадрат t квадрат b квадрат и v. И вот выразим из этой формулы объем. ν в квадрате r в квадрате t в квадрате деленное на b в квадрате. Теперь рассмотрим вторую зависимость давления d v в квадрате. p равно d деленное на v в квадрате. Перенесем знаменатель в левую часть. И тогда мы с вами получаем pv умножить на v равно d. А pv есть не что иное, как ν rt. А v мы только что с вами получили. ν в квадрате r в квадрате t в квадрате b в квадрате равно d. Преобразовываем выражение. Объем количество вещества в кубе, универсальная газовая постоянная в кубе, температура в кубе равняется d b в квадрате. И выражаем отсюда температуру как корень кубический из d b в квадрате ν в кубе r в кубе. Итак, нам известно количество молей константа d, константа b и универсальная газовая постоянная в кубе. Конечное выражение и есть формула для нахождения температуры. Итак, ребята, мы с вами посмотрели применение уравнения Менделеева-Колоперона в молекулярно-кинетической теории при решении задач контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по физике для 11 классов. Смотрите задачи на ФИПИ, применяйте полученные знания. Желаю вам успехов. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова